Здравствуйте! В эфире новости Дагестана, в студии Патимат Гаджива и коротко о новостях к этому часу. В Махачкале прошел фестиваль абрикосы Дагестана. 10 лет со дня основания отмечает медицинский центр «Страмет». И в Махачкале завершился сезон интеллектуальных игр «Идальга». Об этом и не только. Подробнее через несколько минут. Фестиваль абрикосы Дагестана прошел в Махачкале. Свою продукцию на ярмарке представили сельхозтоваропроизводители из 30 районов республики. Участие в нем принял и в Риуглаве Дагестана Сергей Меликов. О красочном и вкусном мероприятии расскажет моя коллега. Фестиваль абрикосов – это хорошая возможность для фермеров со всего Дагестана заявить о своей продукции. А для махачкалинцев приобрести экологически чистые и вкусные фрукты. Очень хорошая ярмарка, насыщенная. Для людей удобно. Я только пришел, увидел, хороший взял. Еще раз поставлю, еще будем брать. Все натуральное, все вкусное. Богатый край. Мы сами местные, знаем цены на рынках. Мы будем любуемся производителями. Соки, курага, помимо различных сортов фрукта, на ярмарке была представлена и продукция, изготавливаемая из абрикоса. Кроме того, можно было приобрести и другие горские деликатесы – урбеч, орехи, сушеное мясо и другое. У меня мельница своя для урбеча и для муки. Я сама готовлю и готовлю с любовью. Больше бы таких мероприятий, чтобы мы радовались и могли продавать свою продукцию. Это домашняя продукция, я сам дома готовлю. Я занимаюсь молодым мясом. Практически все участники фестиваля с трепетом рассказывают о своей продукции. Дело свое они любят. Говорят, сегодня есть трудности не с выращиванием и переработкой, а с хранением и реализацией. Данное, что покупали людей. Останем все хорошо. Нет места нет, реализуем. Вот это плохо. Тчаяние фермеров во время обхода ярмарки услышал и Сергей Меликов. Глава республики заверил, что эту проблему власть будет поэтапно решать. Было отмечено, что будут создаваться правильные условия для развития данной отрасли сельского хозяйства. Реализовывать ее на самом деле тяжело. У людей есть очень серьезные проблемы. Причем эти проблемы я слышал раньше и сегодня они были обозначены. В первую очередь нужно решать вопрос по реализации продукции с сетевыми организациями. Кроме того, Сергей Меликов предложил приобрести для районов автотехнику, чтобы транспортировать товары. Минсельхозпроду Дагестана порекомендовали закупить палатки и кассовые аппараты для организации фестивалей. Ларьяна Шимхалаева, Патимат Ханапова, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. Правительство Дагестана выделили средства на строительство новых котельных в Южном Дагестане. Абдул-Патах Амирханов проверил ход подготовки к предстоящему отопительному сезону и осмотрел источники водоснабжения под станции городские электросети. Правительством республики принято решение о выделении средств для проектировки новых котельных по ряду городов. Дербент, Избербаш, Дагестанские огни, Хасаверт, Кизельюрт и поселками Медкала. В некоторых населенных пунктах также имеются и проблемы с электроснабжением. Премьер-министр поручил профильным структурам проработать эти вопросы совместно с Дагенерго и Россети. Обсудили ситуацию в районах и с очистными сооружениями. Отмечу, что аналогичный выезд в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду планируется совершить и в северную зону республики. По некоторым городам, правительствам принято решение и выделено финансовое средство на проектирование котельных. И опять-таки, проекты будут готовы до конца года. Я надеюсь, что мы перейдем уже с следующего года к строительству. И общий принцип – мы хотим уйти от тех старых отопительных систем, которые трубы проходили по всему городу, на северном пункте. Они в не очень хорошем состоянии, большие потери. Мы сделаем автономное отопление, кому именно в микрорайон, чтобы это было два в одном, и отопление было, и горячая вода. В Махачкале на пересечении улиц Гагарина и Гамидова перевернулась карета скорой помощи. 51-летний житель Буйнакского, управляя машиной скорой помощи, выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с фордом под управлением 26-летнего жителя Дахадаевского района. В результате ДТП пассажиры обеих автомашин доставлены в столичную больницу с различными травмами. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Медицинский центр «Астромед» отмечает свой юбилей. Вот уже 10 лет его врачи на страже здоровья дагестанцев. Точная диагностика, современное лечение и комплексная реабилитация. Впервые в Дагестане все это можно получить в одном центре. Подробнее в сюжете Патьмат Ханаповой. Возможно, о таких результатах основатель даже и не мечтал. История центра начиналась с маленького диагностического корпуса. За эти 10 лет спектр услуг расширился настолько, что заболевания теперь можно не только выявлять, но и пройти все этапы его лечения. Центр «Астромед» занимает лидирующее место по госпитальной хирургии, а также по поликлиническому приему. Центр динамично развивается. Он уже из категории становления перешел в динамическое развитие. Благодаря, конечно, в первую очередь профессионализму наших сотрудников, решениям руководителей и, конечно, доверии населения нашей республики. Особое внимание здесь уделяют нейрохирургии. Так, благодаря инвесторам закупили современное оборудование и пригласили из Киева известного врача Юрия Майорова. Благодаря этому впервые в Дагестане в центре стали выполнять нейрохирургические операции под микроскопом с рентген-навигацией. Все то, что нужно, чтобы было в нейрохирургической клинике, здесь есть абсолютно в достаточном количестве. Я работаю в клинике, может быть, не с первого дня, но, может быть, где-то с десятого дня. Это было ее основание. За это время было сделано много хорошего. Многих людей удалось поставить на ноги. По словам руководства, таких результатов невозможно было добиться без сплоченного коллектива центра. Более 120 человек ежедневно прикладывают все усилия, чтобы улучшить здоровье пациентов. И мы посвятили праздник в честь юбилея, выступления звезды гистанской эстрады, фуршет и музыкальной композиции в исполнении оркестра. Незаметное, огромное местечко. Мы стали центром, которым обращаются не только с нашей республики, но и даже со всего Северного Кавказа и порой с Москвой. У нас узкая специальность в плане нейрохирургии, эндокринной хирургии, поэтому наших специалистов знают по всей России. Специалисты центра получили почетные грамоты и подарки за добросовестный труд. Сложно перечислить все услуги, которые сегодня оказывает Астромед. Предлагается обследование и лечение в различных направлениях. Самое главное, что можно уверенно сказать. Цель создать медицинский центр нового типа достигнута. Приятно, что есть в республике клиника, где работа организована на хорошем уровне. И я работаю 4 года, и с момента моей работы я могу признать, что работа организована хорошо. И действительно можем оказывать квалифицированную и качественную помощь людям. И если эта клиника работает уже 10 лет, то значит есть развитие. Останавливаться на достигнутом руководства не намерено. Планы амбициозные. Современная медицинская техника и профессионализм врачей ежегодно помогают спасти жизни нескольких сотен больных. Отмечу, что будучи в системе ОМС, около 6 тысяч пациентов получили в центре бесплатную медицинскую помощь. В период пика первой волны пандемии по просьбе Минздрава в клинике, временно прекратив платный прием, были развернуты койки для больных с ковида. По тематике Анапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Ветерану Великой Отечественной войны Саиду Гусейнаеву присвоено звание почетный гражданин Махачкалы. Поздравьте Ветерана с 99-м днем рождения пришел мэр Салман Дадаев. Саид Гусейнаев известен не только своими боевыми наградами и подвигами, но и большой любовью к музыке. На войну он ушел в 20 лет добровольцем, но никогда не расставался с музыкальным инструментом киманча. Так шел уверенно, как с дорогим его сердцем музыкальным инструментом он справлялся и с пулеметом, будучи пулеметчиком пехотного полка. Принимал участие в боях на территории Чечни, Гушетии, Украины, Молдавии. В 44-м фронтовик получил тяжелые ранения и был демобилизован. Несмотря на тяжелую травму, правой руке Саид Гусейнаевич продолжал заниматься музыкой. Он награжден Орденом Отечественной войны, медалями за боевые заслуги, за оборону Кавказа. Также на стадии согласования материалы о присуждении ему еще одного звания – заслуженного работника культуры Дагестана. За тот вклад, который вы внесли в дело победы Великой Отечественной войны, послевоенное развитие города Махачкалы и для махачкалинцев. От имени Махачкала, Кулинского района. Кулинский район особенно. Благодарные махачкалинцы присваивают вам звание почетного гражданина города Махачкалы. Спасибо. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился со студентами из Нальчика, которые представляют Северокавказский исламский университет имени Абуханиха. В беседе шейх пожелал учащимся успеха в учебе, а главное – не забывать благодарить Всевышнего Создателя за возможность изучать исламские науки. В рамках визита в республику гости также посетили строящийся духовный центр имени пророка Иссы Мира Ему. Стоит отметить, что в университете обучаются не только жители Кабардино-Балкарии, но и Дагестана, Адыгеи и также среднеазиатских стран Таджикистана и Узбекистана. Муфти Дагестан оказал финансовую помощь в строительстве мечети в Воркуте. Это один из самых отдаленных городов России, который находится в тундре. Помощник Муфти Республики Мухаммад Магомедов передал денежные средства местному имаму и принял участие в закладке михрабной ниши мечети. Для дагестанской делегации провели экскурсию по объекту. Кроме помещений для омовения и молитв, здесь планируется обустроить библиотеку, музей, выставочный зал и парк. Такой формат позволит рассказывать посетителям об истории, культуре и быте мусульман всех национальностей. Они привезли ту финансовую помощь, которая нам очень нужна на сегодняшний день на стадии строительства мечети, первой мечети в арктической зоне. Через наших братьев-мусульман передали нам это средство. Это для нас огромная сумма. Это сумма, которая перекроет наши расходы по заработной плате, по закупке стройматериала, по оплате транспорта, автотехники, которые мы часто используем. Мы знаем, что мечеть объединяет. И сегодня то, что мусульмане в городе Варкута строят такую мечеть, это большой подарок не только для тех, кто живет в наше время. Мечеть живет годами, столетиями, и она будет проводить свою работу в плане просвещения, в плане развития мусульман. Три месяца пролетели незаметно. В Махачкале завершился сезон интеллектуальных игр клуба «Идальга». В финале жаркого состязания встретились 18 сильнейших команд. Как все прошло, расскажет Карим Даниев. Проект «Игра с умом» собирает вокруг себя разных людей. От простых работяг до руководителей компаний. На протяжении игрового сезона 80 команд боролись за почетное место в таблице. Главный критерий для участия – энтузиазм и любознательность. Артур Алиев – один из тех, кто дошел до финала. Мы участвуем в этой игре уже два года. Собрались, можно сказать, с семейным таким составом. Супруга моя, подруга жены, мой товарищ, с которым мы работали вместе. Ну, как-то спонтанно так получилось, собрали команду. Вроде получилась интересная команда, с которой нам удалось несколько раз выиграть. Занимали призовые места. Ну, в общем, получаем удовольствие от игры. Создатели «Игры с умом» занимаются проведением интеллектуальных игр с 2013 года. Все это время команда проекта стремительно развивалась и обрела огромный опыт. Сегодня же клуб интеллектуально-творческого развития «Идальга» открыл двери собственного центра. Сегодня мы, наконец-таки, официально открываем свой центр. Центр, который стал точкой протяжения всех молодых людей, которые относятся небезразлично к интеллектуальным играм. И это все благодаря существованию клуба интеллектуальных игр «Идальга», который в этом году празднует свое девятилетие. Ну и непосредственно проекта «Игра с умом», который совсем недавно отпраздновал свое трехлетие. Столь важные в социальном плане проекты не могли бы существовать и тем более развиваться без хорошей поддержки и помощи партнеров. Ну я часто говорю о том, что любое общество, историческим двигателем прогресса любого общества является интеллектуально развитая молодежь. Когда я вижу такое количество умных, образованных людей с горящими глазами на один квадратный метр, я не могу оставаться в стороне. Поэтому в силу всех скромных возможностей нахожусь рядом, бываю рядом. Если чем-то могу способствовать этому развитию, то обязательно предлагаю свои скромные усилия. Дагестан известен достаточно хорошо в разных направлениях. В первую очередь в спорте, как бы наши ребята хорошо умеют выступать на соревнованиях и все остальное. И мы считаем, что надо поддерживать не только спорт, но и надо поддерживать именно ту интеллектуальную часть, та, которая будет давать развитие молодежи. На протяжении трех месяцев мы являемся партнерами интеллектуальной игры «Игра с умом». И сегодня мы прибыли на мероприятие для того, чтобы вручить приз победителю сезона. Но очень важно поддерживать интеллектуальное развитие молодежи. И в целом любые инициативы, которые благоприятны на воспитании молодежи, на ее развитие сказываются, они в целом всегда важны бывают. И мы в том числе всегда рады поддержать такую инициативу. Сегодня для победы команде Артура не хватило совсем чуть-чуть везения. Главным же достижением для капитана команды стало хорошо проведенное вместе с семьей время. Самое главное мы проводим с удовольствием время, видим друг друга, общаемся. Мне кажется, вот это самая главная победа для нас. То, что мы можем так хорошо провести время. Следили за финальной игрой и поддерживали команды. Карим Даниев, Юнус Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Дагестанские регвистки стали третьими призерами всероссийских соревнований среди студентов, прошедших в Москве. В столице страны республику представляли спортсменки из Даггоспедуниверситета. В турнире сыграли семь команд из разных субъектов России. Сборная ДГПУ во встрече за бронзовые медали обыграла представительниц Казанского технического университета с счетом 17-0. Первое место в турнире заняла команда Кубанского госуниверситета, а вторым стал коллектив Поволжской академии физической культуры. Дзюдоист Ибрагим Гаджис Сулейманов выиграл бронзу на Кубке Европы в Португалии. Воспитанник дагестанской школы дзюдо стал призером соревнований в весе до 81 кг. На турнире Сулейманов выиграл четыре встречи. Сначала он взял верх над представителями Португалии, Швейцарии и Италии. В полуфинале Махачкалинец уступил бельгийцу, но в схватке за третье место был сильнее зудоиста из Нидерландов. Победителем в этой категории стал наш соотечественник из Ставропольского края Даниил Драновский. Отметим, что в этом году на счету у Ибрагима Гаджи Сулейманова значится бронзовая медаль первенства России. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова